Я сейчас буду рассказывать некоторую систему понятий, которой лично я руководствую, то есть она антинаучная, журналтанская, я ее сам буду, но вам не помогает. Значит, может быть вам, но может тоже. Я, в общем, могу без презентации, только давайте поймем, что я имею или нет. Она уже есть. А вот и нет. О, есть. Так, хорошо. Значит, я думаю, что я эти два качества сказал. Я командую представила, но я занимаюсь микротехникой, значит, компанией живые. Значит, вот есть такая схема. Я, значит, в основном для нее все здоровье буду рассказывать. Примерно вот так вот я дозволю людей, которые не работаю. Значит, а, значит, такой вопрос. А кто на какой-то стихи игры играл, кстати? Я не играл. Но, значит, много смотрел на людей, которые играют, потому что, на мой взгляд, на какой-то стихи игры – это такой парикон, на котором человечество понимает, каким он будет завтра. Я там с удовольствием смотрел на то, что происходит с ними в арендах. Не знаю, даже на майн-капт играют, где-то много людей. Значит, поехали. Я сейчас расскажу про все эти слова, что они значат. Вот эти вот товарищи, они, как вы, самые знакомые все. Значит, есть первые три позиции для компания и контроля. Это три базовых политических позиции. Значит, кто такие много. Это такие, значит, парни, которые больше всего ценят ресурсы. Ну, как бы, по-моему, да? Значит, они, в целом, все свои цели выбирают в термах ресурсных, и оба есть для них, это, так сказать, контроль всего, до чего они втянутся. Они на людей смотрят на ресурсы, они на возможности смотрят на ресурсы, на другие компании также смотрят и так далее. Вот. Значит, способ принять решение простой. Собственно, он решит на слове технического бизнеса, тот, у кого рисунок больше, ну, в общем, не важно. Потому что он управляет. Значит, и стереоправление, которым мы встретим пользу, это тирамия. Поскольку у него, ну, есть плюс, он умирает решение, а с ним не услышивается. И, значит, самое для меня важное в всех этих позициях – это то, что, как бы, каждая из позиций, кто не готова терять. Собственно, они в основном поэтому не администируются, и кто, как бы, этим управляет. Гном не готов терять контроль. Если у гнома есть ресурс, то гнома ресурс не выпускает. Значит, второе, значит, персонаж, ну, я сразу скажу, что… Ну, я их меньше всего люблю, значит, их больше. Значит, это… Значит, это вторая этика. Значит, это этика любви и справедливости. Значит, это, тут как бы вы их все знаете, это, как часто бывает, много в женских коллективах. Я не буду, ну, зачитывать то, что вы, в целом, можете сами прочитать. Значит, кто такие эльфы? Это такие люди, для которых самое важное – это то, что мы все вместе, мы одна большая семья. Значит, и эльфы, значит, очень хорошо диагностируют зон. Почему? Ну, как бы, с точки зрения эльфов есть два самых главных, ну, как бы, хриха, да? Ну, то, что, как бы, ну, плохо. Это то, что с точки зрения эльфа разрушает любовь и дружбу. Во-первых, значит, эльфы очень ревнивы, и поэтому, когда кто-нибудь не с нами, потом был с нами, а потом пошел куда-нибудь к Лазбераму, это будет наблюдателя убивать, и, значит, эльфийская недависть, она такая ужасная. Значит, вот. Ну, значит, а второе, значит, есть такая примерная история. Для эльфов очень характерно такое поведение, как то, что хвалит на кукушку. Эльфы очень не любят, когда, ну, вот в терминах Монтонфоркрафта, значит, есть такое слово «мана», это, как бы, энергия, которую один человек может сообщить другому, чтобы другому хотелось работать. И вот эльфы очень не любят, когда у них ману убивают, когда кто-нибудь говорит что-нибудь неприятное вообще. И, ну, поэтому базовой формой жизни коллектива эльфов является то, что мы все тут другу говорим приятные вещи. Ну, как бы, я говорю с соседой, что он прекрасный, он говорит, что я прекрасный, и мы думаем, что, мол, он прекрасный. Дальше есть тролли. Тролли – базовая этика, значит, и их меньше всех, ну, во всяком случае, в компаниях. Потому что компании от тролли системно сбавляются. Значит, эта этика права. Для тролля самой базовой ценностью является уяснение того, как все стоит на самом деле. Тролль, в принципе, не готов во что-нибудь верить. Способ, которым он себя ведет – это формальная логика. Но она обыкновенно достаточно едкая и, как бы, иногда неконструктивная. И, значит, если говорить про стиль управления тролля, то тролли не бывает тролицей. Потому что оно, как бы, никто себе не позволит… Ну, в общем, потому что под ними не выживают подчиненные, в целом. Если человек долго находится на этой позиции, то, в целом, ну, как бы, живых никого не остается. И, значит, у тролля тоже есть два самых главных века. Значит, они такие… Тролли очень не любят вранье и двойные стандарты. Когда, значит, ну, как бы, все, например, эльфы, друг другу говорят, какие они непрекрасные, а тролль, как бы, как бы, ну, подходит и говорит, давайте пойдем на таких основаниях не думать, что мы такие клевые. Ну, и, как бы, в общем, как бы, сейчас я вот между этими оппозициями покажу вас, смотри, конфликты. Есть базовый конфликт тролля эльфа, он выглядит примерно так. Вот этот вот, ну, как бы, парень, он, конечно, урод, но он наш. А, как бы, тролли говорят, этот парень наш, он уже урод. И, как бы, ну, называют эльфа уродом. Ну, эльфы не готовы называть эльфа уродом, они, как бы, будут, как бы, замолчивать до тех пор, пока кто-нибудь не уйдет. Есть конфликт, значит, эльфа и гномов. Это выглядит примерно так. Значит, гном говорит, а мы, как бы, вообще зарабатываем ресурс на этом парне? А эльфа говорит, слушайте, подождите, зачем вы говорите о том зарабатываем ресурс? Это же человек. Значит, ну, как бы, есть даже история про, значит, конфликт тролля и гнома. Ну, ну, или так, значит, гном говорит, давайте, значит, ну, как бы, не будем говорить про то этично и то не этично, мы можем просто заработать больше бабла. А гном говорит, нет, давайте будем говорить по правде, мы просто своровали деньги и дали всё. Значит, я, значит, заранее хочу сказать вот что. Вообще, я, в целом, в компаниях, всё, как бы, если компания есть, я вообще живая, то в компании всё окс, гномовские этики. А, я не назвал главных гномовских греха. Понятно, что гномовские грехи связаны с тем, что мы разрушаем ресурс, это воровство и разгильдельство. Причём, разгильдать похуже, как и воровство. Потому что, ну, как бы, если кто-нибудь что-нибудь украл, с точки зрения него было, ну, по крайней мере, один ресурс, как бы, ну, хозяин. А если, значит, мы, как бы, руку с него подолбали, ну, это просто святал. Вот. И, значит, в компаниях, которые тоже живым развиваются, с гномовской этикой всё окс. Значит, ну, почему? Потому что у гномской ванны есть материальное выражение, ну, как бы, деньги. Соответственно, гном к гному может очень просто передать психическую версию. А вот, как бы, с ванной эльфов и тролли всё гораздо хуже. Поэтому этика правды, значит, или этика справедливости, а, наверное, в компаниях, ну, как бы, в гораздо менее проработанном состоянии, ей сложнее пользоваться. Значит, дальше есть следующие товарищи. Это, значит, следующие три позиции. Я их потом всем покажу снова на сниме, чтобы проще его понимать. Значит, это позиции деятельности. Значит, кто такие маги? Вот, значит, это маг, нарисован в свои естественные сведения. Значит, маги – это товарищи, которые, ну, для них базовой ценностью является открытие, ну, которое делают они. То есть, для маги – самое главное – это прориитет. Неважно, полезно то, что я сделал или бесполезно, это успех в бизнесе или провал в бизнесе, важно, что я это сделал первым. Для меня такого никто не делал. И, значит, маги – это товарищи, которые, ну, принципиально, это позиция деятельности, аббразитно гномову. Значит, почему? Потому что гном у нормального, у него, значит, я уже говорил, он вообще в целом не готов раздаваться с контролем. Он не готов признать себя проигравших. Если гном снаучиваются с препятствием, и всем могут понять, что гном дарно привлекал, гном это непонятно, он будет увидеть свои головы в стенах, и тех гном пока не сломается. Ну, мне готов признавать поражение. Для маги – это, как бы, поражение – это рабочий момент в эксперименте. Я провожу эксперимент, я волновался, супер, я получил эксплуат. Ну, это вот такая, например, оппозиция. И, значит, чего не может оказаться магом? Маг не может оказаться от интересного решения. Если маг видит какую-нибудь возможность сделать какую-нибудь фишку, он ее делает. Потому что, как бы, эта фишка неинтересная. Надо сказать, что я, кроме всего прочего, сижу с такой организацией пункт-менторов и рассматриваю меня с дискотапой, и, ну, как бы, типический предприниматель технологический – это маг, который просто надувит свою фишку. Ему все равно. Есть ли у нее клиенты, если нужно не заходить бабки, есть ли у него рыба, какой-то размер. Это все, как бы, гномские заморочки. Маг они не понимают. Значит, дальше. Есть жрецы. Жрецы – понятная позиция оппозитного троя – это люди, которые говорят. Ну, как бы, их функция – говорить по сути, кто она такая, что такое хорошо, что такое плохо, какие люди нам нужны, и являетесь ли вы тем человеком, который замуж. Ну, я думаю, что, в целом, тут ползал. Вот. Значит, образ действия жреца – это образ. Значит, ценности. Жрец работает ровно тем, чем вообще не умеет работать тролль. Жрец во что-то верит, он это верит достаточно слепо. И, ну, как бы, распространяет, как бы, свои веры, ну, на людей, говоря, вот, что так хорошо, как-нибудь по другому – плохо. Значит, с точки зрения, ну, как бы, понятно, от чего не может оказаться известно. Жрец не может оказаться от своих идеалов. Соответственно, ты или соответствуешь идеалам, или идешь, как бы, знаете, как бы, потому что, ну, ты еретик или уходи из компании. Значит, и, наконец, есть последовательная позиция. У боевых. Значит, это люди оппозитные, значит, эльфа. Это люди, которые занимаются внешней экспансией. Наверное, вот это продавцы. Значит, это те люди, которые, ну, профессионально работают тем, что у них все просто с тем, что они терпят боль. Ну, и свою боль спокойно, и чужую тоже боль. Они приносят спокойно. Поэтому, например, приходить в квартиру и продавать эти ресурсы – кирпи, ок. Ну, потому что, когда мы проходим в чужое психологическое пространство, и нам от этого только нормально. Потому что главное, что ценит воин – это победа. В общем-то, не очень важно, сколько мы заработали ресурсы, важно, сколько мы, через постерменных компьютеров, расслабили фарм. Сколько мы будем проходить. Сколько раз у нас была победа. Вот. Значит, где, значит, что не умеет воин, но это не умеет договариваться. Из-за того, как бы, мы можем договариваться по-любому, но я победил. Ну, потому что, иначе я победил. Вот. Значит, я попущу. И дальше я вам покажу вот такую вот схему. Значит, говорит. Значит, вот вот эта вот схема, да еще раз я про говорю, прежде чем будут теряющие весны. Ну, то есть, вот видно, да, что доля относит к жрецам, магия относит к дому, а будет напомнить на это. То есть, еще раз, то есть три базовых этики. Этика ресурса, этика, значит, правда, этика любви и справедливости, есть три ведущих деятельности. Открывать новое, создавать инструменты. Этики занимаются, значит, раздвигать границы нашей организации, прийти в новые места, завоевывать рынки, что-нибудь, и, значит, ревровать пасту, и, значит, насаждать друг друга. Значит, теперь, значит, как себя ведет типичная партия в компьютерной игре. Значит, вот здесь вот реализовано на схеме три базовых позиции слонгливых, значит, есть танк, хиллер и ДПС. Что это значит? Танк — это такой товарищ, который там, значит, есть такое слово рейд. Рейд — это когда группа в компьютерной игре идет, в общем, приключение того, чтобы убедить партнер и идти сокращение. Это микромодель вообще любого проекта в организации, только она очень быстрая, спрессованная. То есть это решение очень большая, поэтому на ней интересно взаимствовать. Что такое танк? Танк — это такая рань. К нему страшная бродя, ему очень сложно завалить внешним монстром. И его задача такая — ему нужно, чтобы неприятности не долетали до группы. Они или достаются танку, или их не случается. То есть если монстры бьют группу, то они бьют танка. Да? Значит, ну такой, значит, хиллер. Ну, хиллер — это так, что-то. Это такой персонаж, у которого, значит, такая. Когда у танка кончили силы, его надо подвечить, чтобы он поднялся. Если, значит, у хиллера в инвестиционном учителе, он ищет дпс. Ну, такие дпс. Дпс — такая длинатура. Damage per second. Это персонажи, которые наносят непосредственно пульсу, и убивают франку. Значит, и что это значит для обыкновенной компании? Это та схема, которой я управляю в своей компании. На мой взгляд, лоид менеджера — это рельтанка. То есть, задача, как бы, менеджера в том, чтобы дерьмоне долетало декорку. Оно или не случилось, или досталось менеджеру. И это, как бы, его ответственность. Он стоит, как бы, перед всеми. Кто такие, как бы, большинство моих сотрудников? Это люди, которые занимаются вынесением непосредственной пользы. Ну, там, дизайнер, или, там, программист, или нестальщик. Они тем лучше, чем больше дэмеджера персена. Ну, понятно, да? Они берут и колбасит, прадут. Танк делал так, чтобы до них не дали давать неприятности. И менеджер тем лучше, чем меньше неприятности у людей, которые с ним вредят. И есть, наконец, третий роль этого руководителя. Это, значит, его роль — это хилер. Если у танка нет энергии, если танка, там, как бы, ну, убивают неприятности, и задача руководителя — сделать так, чтобы там обратно встал. Ну, потому что рейд стоит до тех пор, пока стоит там. Если вы убили танка, то все остальные, ну, бесполезны. Это момент, на котором я хочу остановиться. Значит, он вот с чем связан. Значит, мы осознали всю эту штуку, ну, и вообще стали в таких термах говорить, когда обнаружили разницу между тем, как устроена эффективная группа в рейде, и как устроена средняя какая-нибудь ячейка в производной фирме. Ну, вот я не хотел, чтобы у меня было так. Он показывал. В чем видит в свою задачу обыкновенный менеджер проект? Правильно. Чтобы неприятности достались не ему. Если неприятности достаются, то они не мои. Они или, как бы, парней, которые за мной, или моего класса, или клиента. Это самая распространенная позиция менеджера, которая есть в России. Как себя ведет обыкновенный руководитель, который с моей точки зрения должен стоять в позиции Хиллера? Он выглядит так. Значит, когда у меня кончается энергия, я буду пить ее из своих менеджеров. Это, как бы, это тоже многим знакомым. Значит, то единственное, чья позиция никак не меняется, это ДПС. Это те люди, которые просто колбасит и колбасит. Что меня осталось за минуту, поэтому я все остальное рассказывать не буду, а расскажу вот о чем. Значит, когда, ну, исходя из этого, у меня построены, ну, все карьерные руки в моей компании, и вообще 10-ти управления. Когда ко мне приходит человек, значит, только, как бы, все самые успешные люди, менеджеры и руководители, которые у меня есть, они ко мне пришли компанией ДПС. Вообще, это просто больше всего, если вы зайдете на любой сервер, то самое типическое, как бы, фраза в чате в 3ДПС и еще хиллеры и танка. Потому что позиции хиллеры и танка требуют ответственности. Это, как бы, позиции ДПС очень простые. В потоке ты просто убиваешь врагов. Ты просто делаешь, что у тебя получается. То, с чего начинается, ну, например, без танчика. Нужно просто, да, делать ему эту работу хорошо. И просто снова, как бы, подгорять ему, ну, слабо, чтобы он их, как бы, красиво, как можно вообще фраза захотелить, убили вам. И дальше, я уверен, что, если человек не готов к какой-нибудь другой позиции, кроме того, что он наносит непосредственную пользу, а ему, как бы, сообщают, что нужно делать, что не надо к нему есть там с хитрой денежной мотивацией, то, что ему нужно просто получить зарплату, просто ему говорить, значит, ну, как бы, умерли четыре требования, да, значит, это скорость, предсказуемость, насколько он может предсказать свое время, обучаемость, это то, с какой скоростью у него скидывается, и, как бы, то, сколько на него нужно времени менеджер. То есть, ну, как бы, ответственность. Чем меньше менеджер, как бы, тратит ответственность по своему прежнему на то, что он управляет этим человеком, тем менеджер, ну, как бы, более счастлив. Соответственно, вот пока у Даблеса все хорошо, он просто хороший ДПС. Как только я, ну, и его местом, куда берем от деньгами, потому что, ну, как бы, в моей области, да, мы в интернетах находимся, и, если, значит, я попробую сделать любую систему мотивации, буду играть со своими людьми на деньги, я знаю, что мои люди меня выиграют. Ну, потому что не надо играть с программистами в математические игры. Вот. Но, как только человек говорит, что он готов взять на себя ответственность за других, я сразу ставлю его в позицию Танка. Сначала, пускай, Танк для себя собрал опыту, если у него получится, он получит себе под начало этого ничего, а если не получится, опять же он в будущую позицию. Это совершенно безопасно. Ну, вот, таким образом остаются менеджеры. Менеджер с опытом работали, ну, программистом, дизайнером и местальщиком, гораздо более полезным в нашей отрасли, чем менеджер, который всегда работал на ночь. Потому что, ну, как бы, в этой красивой, как бы, если, как бы, воин – это больший маг, то у него есть опыт смены позиции, он может двигать дальше, его можно двигать в сторону жильцов. Если у него нету, как бы, смены позиции, он никуда и не подвинется. Вот примерно, да, значит, звук приоручивающего себя на этом всё. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ